Глава пятая Относительность Тот факт, что свет распространяется с конечной, хотя и очень высокой скоростью, был обнаружен в 1676 году датским астрономом Оли Христенсеном Рюмером. Глава пятая Рюмер нашел другое объяснение. Если бы свет распространялся с бесконечной скоростью, то на Земле эти затмения наблюдались бы через равные интервалы времени, в те самые моменты, когда они происходят, подобно тиканью космических часов. Приближение Юпитера к Земле или его удаление не имело бы никакого значения, так как свет любое расстояние преодолевал бы моментально. Теперь представим, что свет распространяется с конечной скоростью. Тогда затмения должны наблюдаться спустя некоторое время после их наступления. Эта задержка зависит от скорости света и от расстояния до Юпитера. Если бы расстояние между Юпитером и Землей оставалось неизменным, то и затмения отмечались бы всегда через равные интервалы. Однако, когда расстояние между Землей и Юпитером сокращается, сигнал о каждом следующем затмении преодолевает все меньшее и меньшее расстояние и достигает нашей планеты со все большим опережением графика. По той же причине, когда Юпитер удаляется от Земли, мы видим, что затмения все больше запаздывают. Величина опережения и запаздывания зависит от скорости света, что позволяет ее измерить. Именно это и сделал Ремер. Он заметил, что во время сближения Земли и Юпитера затмения наступают раньше, а во время их удаления друг от друга позже. И использовал эту разницу для вычисления скорости света. Однако, его оценки изменения расстояния от Земли до Юпитера были не очень точными, из-за чего он получил величину скорости света 225 тысяч километров в секунду. Отличную от современной 300 тысяч километров в секунду. И все же достижение Ремера достойно восхищения. Ведь он не только установил, что скорость света конечна и вычислил ее величину, но и сделал это за 11 лет до публикации «Начал Ньютона». Удовлетворительной теории распространения света не существовало до 1865 года, когда английский физик Максвелл сумел объединить до того обособленное описание электрических и магнитных сил. Уравнения Максвелла предсказывали возможность волнообразных возмущений сущности, которую он назвал электромагнитным полем. Они должны были распространяться с постоянной скоростью, подобно рябе на поверхности пруда. Вычислив эту скорость, Максвелл обнаружил, что она точно совпадает со скоростью света. Сегодня мы знаем, что волны Максвелла воспринимаются человеческим глазом как видимый свет, если их длина находится в интервале от 40 до 80 миллионных долей сантиметра. Длиной волны называют расстояние между двумя ее гребнями или впадинами. Волны, длина которых короче, чем у видимого света, теперь называют ультрафиолетовым, лентгеновским и гамма-излучением. Волны, превосходящие по длине видимый свет, это радиоволны, метр или больше, микроволны, несколько сантиметров, и инфракрасное излучение, больше десятитысячной доли сантиметра. Вытекающее из теории Максвелла положение о том, что радио и световые волны распространяются с некоторой постоянной скоростью, было трудно согласовать с теорией Ньютона. В отсутствие абсолютного стандарта покоя не может быть и никакого универсального соглашения о скорости объекта. Чтобы понять это, снова представьте себя играющим в пинг-понг в поезде. Если вы направляете шарик к противнику со скоростью 10 миль в час, то для наблюдателя на платформе скорость шарика составит 100 миль в час. 10 скорость шарика относительно поезда плюс 90 скорость поезда относительно платформы. Какова скорость шарика? 10 или 100 миль в час? А как вы будете ее определять? Относительно поезда? Относительно земли? Без абсолютного стандарта покоя вы не можете определить абсолютную скорость шарика. Одному и тому же шарику можно приписать любую скорость в зависимости от того, относительно какой системы отсчета она измеряется. Согласно теории Ньютона, то же самое должно относиться и к свету. Так какой же тогда смысл несет в себе утверждение теории Максвелла о том, что световые волны всегда распространяются с одинаковой скоростью? Чтобы примирить теорию Максвелла с законами Ньютона, была принята гипотеза о том, что повсюду, даже в вакууме, в пустом пространстве, существует некая среда, получившая название эфир. Идея эфира имела особую привлекательность для тех ученых, которые считали, что подобно морским волнам, требующим воды, или звуковым колебанием, требующим воздуха, волнам электромагнитной энергии нужна некая среда, в которой они могли бы распространяться. С этой точки зрения световые волны распространяются в эфире так же, как звуковые волны в воздухе, и их скорость, выводимая из уравнений Максвелла, должна измеряться относительно эфира. В таком случае разные наблюдатели фиксировали бы разные значения скорости света, но относительно эфира она оставалась бы постоянной. Эту идею можно проверить. Представьте себе свет, испускаемый неким источником. Согласно теории эфира, свет распространяется в эфире с постоянной скоростью. Если вы движетесь сквозь эфир в сторону источника, скорость, с которой к вам приближается свет, будет складываться из скорости движения света в эфире и вашей скорости относительно эфира. Свет будет приближаться к вам быстрее, чем если бы вы были неподвижны или, например, двигались в каком-то другом направлении. Однако это различие в скорости очень трудно измерить из-за того, что скорость света многократно больше той скорости, с которой вы могли бы двигаться навстречу источнику. В 1887 году Альберт Майкельсон, который впоследствии стал первым американским лауреатом Нобелевской премии по физике, и Эдвард Морли выполнили очень тонкий и трудный эксперимент в школе прикладных наук в Кливленде. Они решили воспользоваться тем, что раз Земля обращается вокруг Солнца со скоростью около 30 километров в секунду, то и их лаборатория должна двигаться сквозь эфир с этой относительно высокой скоростью. Конечно, никто не знал, перемещается ли эфир относительно Солнца, а если да, то в каком направлении и с какой скоростью. Но, повторяя измерения в разное время года, когда Земля находится в различных точках своей орбиты, они надеялись учесть этот неизвестный фактор. Майкельсон и Морли разработали эксперимент, в котором скорость света в направлении движения Земли через эфир, когда мы движемся в сторону источника света, сравнивалась со скоростью света под прямым углом к этому направлению, когда мы не приближаемся к источнику. К несказанному их удивлению, они обнаружили, что скорость в обоих направлениях в точности одинакова. Между 1887 и 1905 годами было предпринято несколько попыток спасти теорию эфира. Наиболее интересными оказались работы голландского физика Хендрика Лоренса, который попробовал объяснить результат эксперимента Майкельсона Морли с сжатием предметов и замедлением хода часов при передвижении сквозь эфир. Однако, в 1905 году доселе неизвестный сотрудник швейцарского патентного бюро Альберт Эйнштейн показал, что всякая надобность в эфире отпадает, если отказаться от идеи абсолютного времени. Вы скоро узнаете, почему. Ведущий французский математик Анри Пуанкаре высказал похожее соображение несколькими неделями позже. Аргументы Эйнштейна были ближе к физике, чем выкладки Пуанкаре, который рассматривал проблему как чисто математическую и до последнего своего дня не принимал Эйнштейновскую интерпретацию теории. Фундаментальный постулат Эйнштейна, именуемый принципом относительности, гласит, что все законы физики должны быть одинаковыми для всех свободно движущихся наблюдателей, независимо от их скорости. Это было верно для законов движения Ньютона. Но теперь Эйнштейн распространил эту идею также и на теорию Максвелла. Другими словами, раз теория Максвелла объявляет скорость света постоянной, то любой свободно движущийся наблюдатель должен фиксировать одно и то же значение, независимо от скорости, с которой он приближается к источнику света или удаляется от него. Конечно, эта простая идея объяснила, без привлечения эфира или иной привилегированной системы отчета, смысл появления скорости света в уравнениях Максвелла, однако из нее также вытекал ряд удивительных следствий, которые зачастую противоречили интуиции. Например, требование, чтобы все наблюдатели сошлись в оценке скорости света, вынуждает изменить концепцию времени. Согласно теории относительности, наблюдатель, едущий на поезде, и тот, что стоит на платформе, разойдутся в оценке расстояния, пройденного светом. А поскольку скорость есть расстояние, деленное на время, единственный способ для наблюдателей прийти к согласию относительно скорости света, это разойтись также и в оценке времени. Другими словами, теория относительности положила конец идее абсолютного времени. Оказалось, что каждый наблюдатель должен иметь свою собственную меру времени, и что идентичные часы у разных наблюдателей не обязательно будут показывать одно и то же время. Теория относительности не нуждается в эфире, присутствие которого, как показал эксперимент Майкельсона Морли, невозможно обнаружить. Вместо этого теория относительности заставляет нас существенно изменить представление о пространстве и времени. Мы должны признать, что время не полностью отделено от пространства, но составляет с ним некую общность, пространство-время. Понять это нелегко. Даже сообществу физиков понадобились годы, чтобы принять теорию относительности. Она свидетельство богатого воображения Эйнштейна, его способности к построению теорий, его доверие к собственной логике, благодаря которому он делал выводы, не пугаясь тех, казалось бы, странных заключений, которые порождала теория. Всем хорошо известно, что положение точки в пространстве можно описать тремя числами или координатами. Например, можно сказать, что некая точка в комнате находится в 7 футах от одной стены, в 3 футах от другой и на высоте 5 футов над полом. Или мы можем указать точку, задав ее географические широту и долготу, а также высоту над уровнем моря. Можно использовать любые три подходящие координаты. Однако, каждая система координат имеет ограниченную область применения. Не слишком-то удобно определять положение Луны относительно центра Лондона. Столько-то миль на север и столько-то к западу от площади Пикадилли и на столько-то футов выше уровня моря. Вместо этого можно задать положение Луны, указав ее расстояние от Солнца, удаление от плоскости планетных орбит, а также угол между прямой Луна-Солнца и линией, соединяющей Солнце с ближайшей к нам звездой Проксимой Центавра. Но даже эти координаты не особенно удобны для указания местоположения Солнца в нашей галактике или самой галактике в местной группе галактик. На самом деле Вселенную можно описывать в терминах своего рода перекрывающихся заплат. В пределах каждой заплаты для задания положения точки правомерно использовать свою систему координат. В пространстве времени теории относительности любое событие то есть нечто случающееся в определенной точке пространства в определенное время можно задать четырьмя координатами. Выбор координат опять-таки произволен. Можно использовать любые три четко заданные пространственные координаты и любой способ измерения времени. Но в теории относительности нет принципиального различия между пространственными и временными координатами как нет его между любыми двумя пространственными координатами. Можно выбрать новую систему координат в которой скажем первая пространственная координата будет неким сочетанием прежних первой и второй пространственных координат. Например положение точки на земле можно было бы выразить не расстоянием в милях к северу и к западу от площади Пикадилли, а, скажем, расстоянием к северо-востоку и к северо-западу. Аналогично можно использовать новую временную координату, задав ее как старое время в секундах плюс расстояние в световых секундах к северу от площади Пикадилли. Другое известное следствие теории относительности – эквивалентность массы и энергии, выраженная знаменитым уравнением Эйнштейна. E равняется m, помноженное на c в квадрате, где e – энергия, m – масса тела, c – скорость света. Ввиду эквивалентности энергии и массы, кинетическая энергия, которой материальный объект обладает в силу своего движения, увеличивает его массу. Иными словами, объект становится труднее разгонять. Этот эффект существенен только для тел, которые перемещаются со скоростью близкой к скорости света. Например, при скорости, равной 10% от скорости света, масса тела будет всего на 0,5% больше, чем в состоянии покоя. А вот при скорости, составляющей 90% от скорости света, масса уже более чем вдвое превысит нормальную. По мере приближения к скорости света, масса тела увеличивается все быстрее, так что для его ускорения требуется все больше энергии. Согласно теории относительности, объект никогда не сможет достичь скорости света, поскольку в данном случае его масса стала бы бесконечной, а в силу эквивалентности массы и энергии для этого потребовалась бы бесконечная энергия. Вот почему теория относительности навсегда обрекает любое обычное тело двигаться со скоростью меньшей скорости света. Только свет или другие волны, не имеющие собственной массы, способны двигаться со скоростью света. Теория относительности, выдвинутая Эйнштейном в 1905 году, называется специальной или частной. Она очень успешно объяснила неизменность скорости света для всех наблюдателей и описала явление при движении со скоростями близкими к скорости света, но оказалось несовместимо с теорией тяготения Ньютона. Теория Ньютона гласит, что в любой момент тела притягивают друг друга с силой, которая зависит от расстояния между ними в это время. Следовательно, если кто-то переместит одно из тел, сила притяжения изменится мгновенно. Если бы, скажем, солнце внезапно исчезло, то, согласно теории Максвелла, земля не погружалась бы во мрак еще восемь минут. Именно столько требуется солнечному свету, чтобы достичь нас. Однако, по теории Ньютона, земля, освободившись от притяжения солнца, сошла бы с орбиты немедленно. Таким образом, гравитационный эффект исчезновения солнца достиг бы нас с бесконечной скоростью, а не со скоростью света, или медленнее, как предусматривает специальная теория относительности. Между 1908 и 1914 годами Эйнштейн предпринял множество неудачных попыток примирить теорию тяготея со специальной теорией относительности. Наконец, в 1915 году он предложил еще более революционную доктрину, известную теперь как общая теория относительности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...